Зимний туризм в последнее время становится все более популярным. Нужно отметить, что подобные виды времяпрепровождения позволяют и не просто отдохнуть от работы и серых будней. Это возможности весело и активно провести время. В поселке городского типа Джалиль на лыжной базе прошел фестиваль лыжного туризма среди молодых работников групп компании «Татнефть». В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель профсоюзного комитета Гумар Яруля, начальник НГДУ Джалиль нефть Малик Аюмов и председатель молодежного комитета акционерного общества «Татнефть» Ренат Мамин. Молодежная организация компании «Татнефть» регулярно проводит соревнования по разным видам спорта. Ведь активная спортивная жизнь и развитие физкультуры является одной из добрых традиций нефтяников. Стоит отметить, что среди всех молодых работников группы компании «Татнефть» соревнования по зимнему туризму проходят в первый раз. В прошлом году появилась у нас такая идея провести именно зимний туризм среди молодежи, потому что туризм он очень популярен у нас и в компании «Татнефть» и руководством компании поддерживается данное направление. Подобные соревнования проходили среди молодых работников НГДУ «Джалиль нефть» и в прошлом году посетила эти соревнования, с ребятами мы в молодежном комитете обсудили, руководство у нас в профсоюзном комитете поддержало и вот сегодня проходят соревнования уже среди всей молодежи компании «Татнефть». Здесь отличные условия для проведения этих соревнований. Здесь замечательная лыжная трасса, замечательный спортивный комплекс. То есть, в принципе, оптимальные условия для того, чтобы провести вот эти соревнования. Всего в соревнованиях участие приняла 21 команда, в каждой по 4 человека. Им предстояло пройти 8 этапов на дистанции общей протяженностью 5 километров. Все они готовились к соревнованиям задолго до этого дня. Учили международные кодовые сигналы бедствия, топографию, приемы оказания первой медицинской помощи, заготавливали дрова и туристическое снаряжение. Победит команда та команда, которая пройдет дистанцию быстрее и заработает наименьшее количество шлафных баллов. Несмотря на то, что эстафета лыжная, судьи в первую очередь оценивают не столько владение снаряжением, сколько умение пройти препятствия. В любом походе необходимо уметь перебраться через речку или овраг. Причем не только переправиться самому, но и перенести свои вещи. Еще одним не менее интересным этапом было разведение костра. Убери, рукавица одень. Я им пошел. Мы первый раз принимаем, три раза ходили на летний турслет, и вот первый раз найдем лет. И как успехи в летних? В летних, ну, скажем так, выступали хорошо. Хотелось бы, чтобы было лучше. Надеемся, что сегодня получится лучше всего. И что вам дают такие соревнования? Дает какое-то чувство свободы, наверное, ощущение полета, может быть, какой-то большей близости к природе. Ну и просто хорошее настроение. После того, как финишировала последняя команда, судьи приступили к подсчету баллов. Лидером нынешнего фестиваля стала команда Бугульминского механического завода. Второе место заняла команда управления Татнефть и газпереработка. Ну а третьими оказались команда НГДУ Джоли Мефть. Алина Рябова, Ирик Хабибуллин. Новости телекомпании Луч Альметьевск.